В эфире программа Есть Today в студии Алена Варфоломеева и человек, умеющий все, Дарья Колотилина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Даш, привет! Здравствуйте. Как делишки? Отлично. Страшно? Немного. Немного. Все будет отлично. Мы сегодня пригласили Дарью к нам в гости, потому что человек очень разносторонний, многогранный, хочется прям выпутать у тебя все-все. И человек, умеющий это готовить, номер один. Что сегодня у нас там будет? Так, сегодня мы сделаем крылья маринованные в меду. В меду? В меде. В меде. Как правильно, исправьте меня. У нас есть баночка в меду. Баночка меда, горчицы. Я надеюсь, мы ее всю не будем использовать. Соевый соус. Все, в принципе, нам больше для этого нечего. Это для маринада. Да. И будем делать вкусную картошку в сливочном соусе с грибами. Вот. Прям такое непостненькое у нас получится. Очень непостненькое. Ну, да. Непостненькое мы очень любим покушать, судя по мнению мщикам. Да. По нам тоже. Мы вообще любим нашу работу. Студия – это нечто просто божественное. Хорошо. Даша, часто ли ты готовишь? Ну, последнее время не очень, но иногда на меня нападет что-нибудь такое. Могу что-нибудь приготовить. Ну, обычно, обычную абсолютно еду. Никоим образом не извращаюсь. Вот. Но иногда бывает, вот, хочется что-нибудь эдаковать. Вопрос прям тебе на засыпку. На готовенькое или приготовить? Там, в кафе, допустим, пойти? Или все-таки приготовить дома? Наверное, скорее всего, куда-нибудь пойти, потому что бывает очень лень. Готовлю в основном, когда есть выходные, но последнее время и этого не делаю. Вот. Ну, думаю, что когда-нибудь наверстаю, придет время. А чем занимаешься в свободное время, например? Вот у тебя есть прям пять… Вот были у нас майские каникулы. Чем занималась? Со всей силы лежала или огороды, картошка? Нет, я ездила к подруге в другой город, отдыхала, гуляла. Ну, и там все остальное, все прилагающееся, как бы, делала. К выходным, к праздникам. Да, после такого отдыха еще приходится отдыхать, но не получается. Приходится выходить на работу. Ну, так. А вообще в свободное время? Читаешь там, может быть, гуляешь? Читаю я, начинаю и закрываю книгу. Понятненько. Вот. Сериалы смотрю, лежу из-за всей силы. Из-за всей силы, да. Да, а так, больше ничем особо не занимаюсь. На работе очень не стою, поэтому ничем не занимаюсь. Правильно, так и надо. В свободное время, чтобы отдыхать. Ну, давай посмотрим, чем занимаются в свободное время жители нашего города. В нарды играть. Чаще выигрываете или проигрываете в нарды? Выигрываю, скорее всего, больше. А есть еще какие-нибудь у вас хобби, занятия? Да. Какие? Боксом занимаюсь. А вы спортсмен, да? Давно занимаетесь в боксе? Два года. Работать и учиться. А учусь на кого? Учусь на права. Гулять. А где ты гуляешь? С кем? Всегда по городу с сестрой. А есть какие-нибудь хобби, увлечения? Ну, раньше волейбол увлекалась, сейчас такого нету. Студент называется, диплом пишем. Ну, я люблю гулять по городу с парнем, либо с сестрой. А есть хобби, увлечения? Ну, раньше тоже волейбол занималась. Ну, сейчас такого нету. А учеба много времени уже занимает? Ты на кого учишься? На парикмахерах. Ну, вообще много времени занимает, так как я учусь на парикмахерах. Читать. А что вы читаете? Что предпочитаете? Все подряд. А есть любимые писатели, поэты? Прям вот любимых? Да нет, наверное. Это просто жанр. Жанр. Ну, все, и классику читаю, и детективы, и романы, и историческое, и фэнтези. Все, и городское фэнтези. Все читаю. Я гуляю, провожу время с друзьями, и чаще всего с семьей. Все. А есть какие-то хобби, увлечения? Да, я хожу на танцы. Ну что, Даш, ты прям уверенно положила ложку. Хочешь его начать мариновать, наверное, крылья, давай, начнем сделать прям вкусно. Крылья в меду, сочетание такое, ну, странное. Специфическое. Ну да, есть люди, которые не очень любят сочетание ананасов в пицце с мясом, с ветчиной. Ну да, это блюдо такое на любителя, но его можно, как и в духовке запекать, можно делать шашлыки. Кстати, в мангале, на решетке получается просто божественно вкусно. Ну, такой рецептик еще и для барбекю, для шашлыков. Да, получается очень вкусно. Я надела вот перчатки, типа для стерильности. Ну давай, с чего начнем? Команда, я... Перекладываем сначала мы крылья... Буду на подхватике. В тару. В тару я говорю какие-то умные слова непонятные, зачем-то откуда-то я их беру. Так, тарелка. У нас это большая, самая наша любимая тарелка. В ней бывало уже все. Так, хорошо, тарелка нам не нужна. Да, берем следом горчичку. Горчички, как в... Ой, это не в бриллиантовой руке, это была... Операция... Да. Так, ну это горчичка, наверное, такая у нас жесткая, поэтому две столовые ложки неполных, я думаю, будет нормально. Она что, даст остроту или какой-то такой сладковатый, кислый? Нет, она, наверное, как-то может быть... Как-то размягчает. Ну вот она придает какой-то вкус, но горечи никакой от нее нет. Так, это мы выложили. Можно вторую ложку. Так, давай. И медок. А ты вообще по изысканным блюдам или что-то очень обычное, картошку жареную? Или любишь пробовать что-то необычное? Китайскую кухню, например. Китайскую кухню я очень люблю. Вот, две ложки меда добавляем. Поэтому, наверное, я это блюдо и полюбила, потому что мясо как бы сладковатое, мне прям нравится. Вот, но к изыскам я как бы не могу сказать. Мне нравится, чтобы быстро и вкусно было. Борщ, например, борщ тоже быстро варится. Ну как быстро, относительно. Если прям такой наваристый, там сколько мяса придется варить? Ну да, видимо, я жижу какую-то варю. А что-то пробовала самое странное максимально? Ой, максимально странное. Прям что-то вспоминать. Вот ты просто попробовала и больше я это кушать не буду никогда. У меня рассказано все случаи жизни, это теплая крошка. А не то, что теплая была, она была в прогоречь. О, боже мой. Да, меня накормили ей, это было, спасибо, невкусно, больше не будем так пробовать. У тебя нет такого блюда, что сочетание куриные желудочки, например, для тебя это нормально? Я не очень люблю рыбу белую, палтус, вот это вот все, я один раз попробовала, больше есть не буду, ни в каком виде, как бы вкусно его не готовили. Держи ложки. Да, я прям на подхвате, да, тут две ложки. Мне подержать их, тебе вернуть или я могу их? Их можно положить в раковину. А, их можно положить в раковину, да. Вот мы так и мешаем, интенсивно, интенсивно мешаем. Сколько они у нас так будут мариноваться? 20-30 минут достаточно, можно не добавлять перец, можно не добавлять соль, потому что соя, всего по 2 столовые ложки, в общем, не полные 2 столовые ложки горчицы, полные 2 столовые ложки меда и полные 2 столовые ложки соевого соуса. Мне начинает щипать глаза от горчицы, я сейчас буду плакать. Наши крылья замариновались, варится картофель в мундире для нашего второго блюда. Это картофель будет с чем, Даш? Картофель будет в сливочном соусе с шампиньонами, лук-порей, ну и сливочный соус из сметаны, сливок и сыра моцареллы. Хорошо, а теперь по правде, готовила ли ты это блюдо когда-нибудь еще? Да, вчера. У нас все, кто приходят к нам в гости, пробуют сначала это, репетируют, готовить дома, накормили своих близких, съедобно, хорошо, делимся рецептом с вами. Так, далее к чему с тобой приступим? И я буду тебя спрашивать вопрос, и ты будешь мне отвечать и параллельно делать. Это сыр моцарелла. Сколько нам его понадобится? Нам понадобится 150 грамм, ну то есть на глаз это примерно вот так. Отпилить нужно будет. Я так в детстве в магазин приходила, я не понимала погромовки, мне папа говорит, вот столько колбасы найду копить. Я приходила и говорила, вот столько колбасы. Подай мне, пожалуйста, лук-порей. Лук-порей. Держи, пожалуйста. Вижу его в первый раз в жизни. Вчера я использовала просто другой лук. Вчера я использовала лук салатный, фиолетовый. Ну получилось тоже неплохо. Я просто, да, решила вчера испробовать его приготовить, чтобы, ну, отравить свою семью немножечко. Да ладно тебе, преувеличиваешь. Хорошо ты готовишь на самом деле. Я-то знаю. Может быть, может быть. На большой крупной терке или на мелкой, прости? На крупной тереть. На крупной. Да, и тереть, только руки не стереть. Вот, лук-порей, значит, режем. Вчера, говорю, пробовала с вот этим салатным луком. Ну, в принципе, было неплохо, но пришлось добавлять зелень, чтобы поярче все это выглядело. Ну, в общем, так, на вид оно, я бы сказала, не очень аппетитно, но очень вкусно. Но вкусно на вкус. Вкусно и жирно, очень сытно, поэтому, если вы хотите быстро кого-то накормить. Чтобы он поправился, я от вас далеко не убежал. Чтобы кто-то быстро от вас свалил. Быстро кормите и выгоняйте. А сыр обязательно моцарелла или, может быть, какое-то другое? Обязательно моцарелла, потому что сыром, оказывается, можно испортить блюдо. Да. Я не знала, но оказывается, можно. Я думала, что сыром блюдо не испортишь. Вот, ну, моцарелла, вот она вот то, что не соленая, ну, не сильно соленая. И, в принципе, она плавится и получается не сильно тягучая, когда ее добавляешь в горячие сливки. В принципе, нормально получается. Ну, хорошо. Всеумеющая Даша, знаю я, что ты работала корреспондентом в одном учреждении, в одном телеучреждении, ну, телерадиокомпании. Да, 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 да. Как ты к этому пришла? Шла, шла? И пирожок нашла. Да. Ты училась на это? Или, может быть, ты где-то еще до этого работала? Я работала вообще очень много где. Вообще, кто ты по образованию? Начнем прямо, откатим, назад-назад. Я по образованию, у меня есть неоконченное, высшее иностранные языки. Так. Есть юридическое среднее и есть высшее, менеджер социально-культурной деятельности. Начались истории от Дарьи. Внимание, всем, всем прильнуть к экранам. Вот. Открыли ящик. Не по одному из трех образований я не работала. Ну, точнее, работала, но в то время я еще училась как раз только. На СКД это? Да, менеджмент СКД в Владивостоке я училась заочно. СКД это социально-культурная деятельность, то есть работа в культуре или, может быть, где-то еще не обязательно. Если там слово культурное и социальное, они знают, что ты должны там обхаживать бабушек и петь на сцене. Это очень многогранное, разностороннее. Да, специальность на самом деле очень широкий спектр занятий, профессий, которым может человек заниматься с этим образованием. Можно быть пиарщиком, можно быть организатором выставок, можно быть работать в культуре, быть скоморохом-затейником, плясать на сцене. Мы закидываем лук, внимание, в сковородку. Так, у меня дочерся цель. Нам еще понадобятся две столовые ложки муки. Лук наш жарится, сыр уже, моцарелла наш, натерт. И Даша рассказывает, рассказывает, Даша, про то, как ты работала социально-культурным работником. Да, я сначала закидываю шампиньоны. Шампиньоны, конечно, можно любые, можно консервированные, можно свежие. Вот, но если вы хотите сделать это быстро, то лучше использовать консервированные, потому что свежие чаще всего приходится чистить. Вот, ну, для тех, кто любит быстро, то лучше, конечно, консервированные. Так, училась я. Ты уже работала? Я работала в Центре культуры «Досуга искра». Вот, и решила вдруг, я себе придумала, что мне нужно поступать в институт. Поехала, поступила. Мне повезло, что на базе среднего, это был единственный институт, Морской государственный университет, при нем есть гуманитарный институт, и они брали на базе среднего образования, то есть 3,5 года я всего лишь должна была отучиться. Вот, работала параллельно в Искре. Успевала все, и работать, и учиться. Полгода я проработала в Искре, и потом меня замечательная Лариса Викторовна Шин пригласила работать на Телемикс. Тут и началось. Началось. Самый интересный этап моей жизни. То есть у тебя скачок, ты, получается, сначала культорганизатором была? Ну да, я как бы выполняла функцию менеджера в Искре, но... В культуре не получится работать кем-то одним? Не получится, да, потому что всегда на мероприятиях приходится заниматься всем, чтобы, ну, организацией праздников, праздников, выступлений и так далее. Человек-органайзер. Хорошо, отработала ты корреспондентом. Дальше? Не корреспондентом. Не корреспондентом. Сначала я работала режиссером рекламы. Работала режиссером рекламы, по-моему, полтора года или около двух. Потом я решила, что хочу-ка я, наверное, в новости попробовать пойти поработать. Пошла, попробовала. Ну, мне очень нравилась эта работа, очень нравилась. А самый запоминающийся есть какой-то сюжет? Может быть, ты снимала материал? Ой, конечно. Запомнился на всю жизнь, буду внукам своим рассказывать. Конечно. Очень много, не знаю, стоит ли они говорить. Какой-нибудь самый приятный? У людей настроение хорошее, да? Самый приятный сюжет был, дельфинов мы снимали. О, классно. Да, к нам приехал океанариум, как он называется, передвижной, выдвижной, задвижной. Понятно, ну, в общем, да. Да, и мы снимали двух дельфинов. Заявка была на сюжет в одну минуту, я написала на четыре с половиной, по-моему. Не могла остановиться и снимать рыбок? Не могла. Очень классный сюжет, очень классные дельфины. И пришлось туда, конечно, брать материалы еще с других каких-то СМИ, с других городов, потому что все это было связано с неправильным содержанием этих млекопитающих, поэтому пришлось как бы подвести людей к тому, что эти дельфины содержатся нормально, как бы приходите, смотрите, они хорошие. Ну, вот этот один из таких запоминающихся сюжетов. Еще мне понравился на земле леопарда, но, конечно, мы там леопардов не нашли. Ну, в общем, все, что связано с животными, тебе прям нравилось этим заниматься, снимать? Ну, как бы не все. Есть еще очень много других сюжетов, которые мне нравились, но, я думаю, не стоит о них сейчас говорить. В эфире программа «Есть Тудэй» сегодня в студии на нашей кухне. Дарья Колотилина и Алена Варфоломеева мы готовим. Крылья в меду, картошку в сливочном соусе, как все вкусно, как хочется попробовать, запахи невероятные. Лук-порей первый раз в жизни его вижу. Таша его обжарила. Что еще добавляла? Я добавила шампиньоны, сейчас я добавила 2 столовые ложки муки. Теперь немножечко это все перемешиваю. Оно немножечко как бы начинают грибы превращаться в какую-то кашицу, мачмолу. Но не пугайтесь, не пугайтесь. Сейчас мука немножечко тут превратится. В нечто соусообразное, да? Да, и мы добавим туда сметану, сливки. Сливочки, будет вкусно. Да прям как на настоящей кухне, действительно, готовить не умеешь, главное постучать ложкой об кастрюльку, да, как наша мама делала, бабушка. Мне сестра всегда говорила, не стучи, вот так вот сделай, оно слетит. Не слетает. Нет, главное постучать. Главное, что все знают, что ты в доме, что ты готовишь. Да, теперь мы огонь чуть прибавим и начинаем туда сметану. Ну давай, погружай сметанку, и потом что произошло? Вот ты, получается, отработала там, ушла. Вообще, кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Я обожаю спрашивать это у взрослых людей, до сих пор многие не знают, кем хотят стать. Я мечтаю жить на берегу Лазурного моря, чтобы вокруг меня бегало трое детей, шесть внуков. Я была такая старушка. Модная. С сигареткой в зубах. И наслаждаться жизнью. И все. Вот я мечтаю так состариться. Будешь такой прям модненькой. Ну, может быть, не знаю. Может быть, уже полысею. Волосы повыпадают. Зубы тоже. Но тебе это все равно не помешает? Нет. Нет. А так, в принципе, вот хотелось бы мне, наверное, все-таки когда-нибудь начать работать по образованию. Но не знаю, возможно ли это сделать сейчас. Да почему нет? Пока занимайся, чем тебе хочется. Хорошо, что нас не ограждают, как это было раньше. Родители, помнишь, говорили, ты должен быть юристом. Да, потому что это модно. Да, мы выбираем как-то. Кстати, а как ты думаешь, какие профессии будут модны лет через 10-15, может быть? Ой, я даже не знаю. Ну, сейчас в основном, смотрю, все школьники начинают поступать в медицинский. Очень много, прям большое количество знакомых, которых свои дети отправляют в мед. Очень много в институт нефти и газа во Владивосток поступает, потому что наконец-то до нас доходит вся эта история в виде нефти и газа. Вот. Ну, я думаю, что оно, наверное, будет популярным. Ну, всегда популярны будут бухгалтера. Думаешь? Вероятнее всего, потому что они всегда нужны. Как-то был прям такой наплыв, что, да, ты либо идешь на юриста, коих раньше было очень много, прям каждый второй, потом ты идешь на банковского работника, бухгалтера. Да, ну, банковские работники, я смотрю, сейчас не очень пользуются популярностью. Хотя, не знаю. Все ушли в красоту. Да, Дарья? Да. Ногти, брови. Как это называется модным словом? Бьюти-индустрия. Вот, вот оно, бьюти-индустрия. Сейчас Даша занимается этим и очень хорошо, кстати, это делает. Ну, да, неплохо получается. Не скромничай. Только мои руки показывать не надо. Я сапожник без сапог. Ну, это правильно, главное, что ты работаешь. А кем в детстве мечтала быть? Переводчиком. Всегда мечтала быть переводчиком. Пошла же на это учиться. Пошла. И шла, шла, и... И споткнулась, и упала. Очнулась гипс. И не дошла. Я не дошла, потому что я не хотела быть преподавателем английского языка. Я хотела быть переводчиком с английского языка. Но, увы, пришлось поступать в пединститут. Поэтому я никогда не любила там учиться, честно скажу. Может быть, кто-нибудь из моих преподавателей это сейчас видит и обронит скупую слезу. Но, увы и ах. Да, немногие люди любят учиться. Я сделала все, чтобы там не учиться. Поэтому все так произошло. Возможно и невозможно. Давай прервемся на сюжет, вернемся, да расскажешь. Да. Сегодня Кока-Кола считается самым широко рекламируемым и желанным напитком. Будет любопытно узнать, что и у охлаждающей шипучки есть свой день рождения. 8 мая поклонники модного и своеобразного напитка с привкусом кофе празднуют день рождения Кока-Колы. Вы не поверите, но его придумал не пищевой технолог, а простой фармацевт. Причем изначально Кока-Кола должна быть микстурой для поддержания сил и лекарством от зубной боли. Проводя эксперимент в мае 1886 года, фармацевт Джон Тебертон в своей лаборатории пытался создать новое лекарство, но обязательно с приятным вкусом. Он смешал вытяжку из листьев коки, добавил туда немного сахара, африканских орехов и получил вкусное и ароматное тонизирующее средство. Сразу же было придумано название новой микстуры, и человечество получило в подарок любимое лакомство, которое желано на любом столе и в будни, и в праздники. И это еще не все. Микстура стала самым продаваемым продуктом. Как празднуют этот день, спросите вы. Конечно, весело вспоминают историю открытия рецепта. Покупают яркую с красной наклейкой бутылку напитка, чтобы выпить его в компании друзей. Хорошо, что иногда случайные эксперименты приводят к таким неожиданным и вкусным открытиям. Даша скомандовала мне уже, можно выкладывать наши замариновавшиеся? Замаринованные. Но они уже такие... Подготовленные к запеканию крылья. Умница, умница. Человек-оркестр, органайзер, словарь. Человек-крузенштейн. Ожогово. Так? Ожогово. 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 Выкладываем на противень? Да, можно. Мы выкладываем крылья красивенько. Полить этим маринадом сверху. И отправляем в духовку на 30 минут. Хорошо. 180 градусов. На 30 минут нужно будет смазать пергамент у нас. Вот мы положили специализированную бумажку. Смазать чем-то... Ничем не надо смазать. Просто. Мы же поливаем сверху маринадом, и с крыльями ничего не будет, они быстро запекаются, не успевают ни подгореть, ни пригореть. Ну, как бы у меня таких случаев не было. Если случится здесь, то... У меня здесь работа с мясом, как операционный скальпель. Я думаю, что если ты в перчатках, можно делать это руками. Ну, хорошо. Они просто такие... Как кровожадные... Выскальзывают? По красоте будем с тобой выкладывать? Ну, можно, да. Или хаотично. Мы можем для красоты, да, ну, для картинки. А потом вот так все размесить. Как индустрия фьюжн. Вижн. Бьюти. Бьюти. Фьюжн. Сколько новомодных слов. Фьюжн бьюти индустрия. Я уже скоро буду, как те люди, которые гуглят слова какие-то неизвестные, знаешь. Ой, сейчас столько много у нас слов появилось с Америки. Меня прям так это, если честно, раздражает, что у нас вот эти вот всякие словеса используют. Да, русское. В русском языке. Родненькое, каворкинги. Да дело даже... Да квилинги всякие. Факапы. Во, да-да-да-да. И все такое. Как пахнут вкусно. Чем? Глаза не щипет горчица? Нет. Каким-то прям кисло-сладким соусом. Ну, не совсем, конечно, кисло-сладким. А пахнет именно им. Можно взять и налить в рот. Можно не в рот, можно... Я пока только на крылышке. По чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы на все хватило. Нужно с каждым поделиться. Так, с пергамента выльется, ничего страшного. Ну, самое главное, чтобы вот эти вот пары всякие горчичные... До отдали свою. Впитались, да, в крылья. Так, есть. Ну что, ты церемониально понесешь? Нет. Я могу открыть тебе дверцу. Может быть, ты? Ну ладно. Давай. Сегодня у нас... Открывай. А вот это было прям сначала в крыльях, да, испачкать. Так, ставим на средний уровень, чтобы было и снизу, и сверху жар. Почему он не влазит? Да. Так. Так. Дальше мы ставим темпер. 180. И что это? Если бы мы знали, что это такое. А, это мы выбираем... Вот. Так, он написано. Так. Все. Все? Замерли в ожидании. А, ну все, вроде свет загорелся. Нам нужно вернуть ее назад? Нет. А может, и да. Я вообще с техникой не дружу. Так, здесь у нас, получается, картошка сварилась в мундирах. Нам надо ее остудить, почистить, порезать на... Ну, крупную можно на такие кубики небольшие, а мелкую можно на 8 частей. Пока моцареллу не кидаем, надо остудить картошку. Хорошо. Чистим нашу картошку. Горячо? Да нет. Актрисуля просто, Даша, у нас. Да так, иногда. Картошка в мундире, как раньше, помнишь? Ненавижу чистить картошку. Не в мундире. Почему? Не не в мундире. Не знаю. Да. Не люблю прям. У каждого, конечно, методика своя. У меня каждый раз здесь по-разному просто... То просто чистим. Теперь я просто в воде. Как-то вчера у меня это по... Лучше получалось. Лучше получалось. Ну. Сегодня как-то что-то засмущалось, что ли. Да ладно тебе. А бывало у тебя такое, вот ты поменяла работу одну в перерыве, и пришлось затянуть пояса потуже, не хватает финансов. Как ты вообще к экономии? Мне всегда не хватает финансов. Накопитель ли ты человек? Умеешь ли ты копить? Нет, я не умею копить вообще абсолютно, но... Приходилось, ну, экономить в чем-то во многом. А ты себя больше урезаешь в еде или, может быть, в вещах каких-то? И в вещах, и в еде. Во всем. Ну, когда сейчас, на данный момент? Нет, вообще, вот когда было такое время, когда нужно затянуть пояса. Во всем. Во всем. Вообще во всем. То есть ты можешь там кушать, допустим, одну лапшу есть? Да, могу. Правда, недолго. Потом срываешься, иду, покупаю себе крабовое мясо, да? Да. И... То, что подкопилось. Да, гребешка там, медвежье мясо. Очень люблю покупать. Сходила на медведя. Да, вот любила я, когда уже приходилось пояса затягивать, ходила на охоту, на рыбалку. Ну, что, было время, приходилось. О, а если ты такой человек-органайзер, действительно занимался, ты какими-то там походами, может быть? Нет. Туризм, рыбалка. Не твое это? Я могу много чего организовать, но я... Организовать? Я такая, что... Я такой человек, что я что-то начинаю делать, и я очень редко довожу это до конца. Я доведу до конца, ой, не доведу до конца, а брошу, потом через время опять к этому возвращаюсь, опять беру и делаю то, что не доделала. Да. Ну, вот такой вот я человек и пароход. Товарищ Крузенштерн. Вот. А по поводу экономии, ну, в общем, копить, экономить, это я вообще не умею, я не знаю, как я буду дальше с этим жить, но посмотрим. Может, когда-нибудь научусь, планирование. Вот, как раз, когда ты будешь сидеть на берегу Лазурного моря, когда у тебя будет трое детей, шесть внуков. Как будто вот такой блокнот с экономическим планированием своих заработанных денег. Это на пять внуков, это на шестого. Да. Так, наш мундир пока чистится, давай прервемся, вернемся и уже будем, может быть, доставать нашу вкуснятину. Да, давай, давай. Пока наши крылья в духовке доготавливаются, наш соус готов. Готов. Картошечка наша порезана. Да, мы сейчас засыпем картошечку, да? Прям туда, давай. Да, прям потихонечку, мы ее порезали, так великолепно, и засыпаем. Обычно мы порезали, да ладно, аж приукрашаешь. Так, сейчас я попробую перемешать, если я думаю. Вообще, по идее, в это блюдо, конечно, лучше добавлять круглую маленькую картошечку. А, которая молодая такая, да еще? Да, потому что оно так и красивее смотрится, красивее. О, начинается, да. Красивее смотрится. Все хорошо, все хорошо, главное вкусно, вкуснее смотрится. Мне же люди будут смотреть. Вкуснее смотрится. Вот, и вот можно, в принципе, досыпать. Да, конечно, досыпай, больше не меньше. Немного-маленько. Все, уговорила Дашу полностью на картошку. И у меня для тебя есть вопросы, на которые ты дашь ответы очень быстро. Называется Блицопрос. Я вообще торможу очень сильно. Нет, нужно прям, ну, ты можешь подумать в течение пяти секунд. Достаточно будет? Ну, может быть, нет. Ты готова? Вопросы могут быть абсолютно нелепые. Вот как считаешь на них нужным отвечать, так и отвечай. Окей. Хорошо? Yes. Что ела сегодня на завтрак? Бутерброд с сыром. Серьезно? Пришлось. Какой из последних фильмов тебя впечатлил? Мстители. Как ты обычно смеешься? Громко и как лошадь. На чем обычно плачешь? Над фильмами всякими грустными. Где бы хотела встретить старость? На Лазурном берегу в Барселоне. Сколько стоит хлеб? Не знаю. Не покупаешь? Я не ем хлеб. Кошки или собаки? Кошки. Самый лучший день в твоей жизни? День моего рождения. О, как мило. Что сегодня тебя обрадовало? Давай, скажи, что приход к вам на есть день. Марвел или DC? Марвел, конечно. Андроид или IOS? IOS. Басков или Киркоров? Никто. Почему? Потому что фу. Любимое время года? Зима. Любимый город? Владивосток пока. Я больше нигде не была. Опиши город в трех словах. Ну, не прям три слова, а вот в трех словах. Какой Владивосток? Твой любимый город? Большой, много людей и красиво. Как тебя называли в школе? Колотуха. Прям по фамилии. Насколько лет ты себя чувствуешь? Да, насколько есть, настолько и чувствую. Старая рассыпаюсь 31. Сколько есть все мои. Твоя любимая кухня? Ну, не гарнитур, конечно, а еда. Корейская и восточная, проще так сказать. Какой это вопрос по счету? Не знаю. Какое животное сидит внутри тебя? Не знаю. Демон какой-то. Ну, животное. С чем ты себя ассоциируешь? С медведем. Кого из актеров ты бы пригласила на свидание? Да никого. Ну, все так себе, да? Ну, они все, не знаю я, не знаю. Хорошо. Какой суперспособностью ты бы хотела обладать? Мысли читать. О, так не честно. Да. Какой следующий вопрос? Потому что у тебя нет суперспособности. Квартира или загородный дом? Квартира. Любимый мультфильм, если такой есть? Город героев. Море или горы? Море. Салат? Море в горах. Салат или бургер? Бургер, конечно. Чего по мне не видно? Твой любимый цвет? Черный. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Часто ли тебе бывает стыдно? Нет. Редко. Расскажи, о чем мечтаешь? Кроме лазурного берега. Мы уже все поняли, что хочется тебе путь на моря. Я вообще не мечтатель. Ты реалист? Вообще не мечтатель. У меня есть какие-то близкие цели, которые есть. А мечт у меня нет. Ну что-то глобальное, мир во всем мире, например. Чтобы не было войны. Слава Богу. Да, вот так оно и есть. Позитивные новости на нашем канале, затем вернемся. Эти симпатичные псы принадлежат лондонским бездомным. Хозяева привели их в мобильный ветеринарный пункт благотворительной организации Dogs on the Street. Здесь собак бесплатно лечат, прививают и кормят. Это не только помощь собаке. Мы улучшаем жизнь сразу двух существ, поскольку избавляем владельца от волнений. Для этого нужно не так уж много, но чья-то жизнь облегчается. В Великобритании примерно 320 тысяч бездомных. Четверть из них живет в Лондоне. Многие заводят собак. Некоторые для того, чтобы собрать больше милостыни, а кто-то просто нуждается в друге. Большинство приютов не пускают жильцов с животными. Поэтому многие бездомные владельцы собак предпочитают остаться на улице, чтобы не разлучаться с питомцем. Джастин и его пес Триггер вместе уже 7 лет. Я страдаю от посттравматического стрессового расстройства, а он помогает мне. Он помогает мне намного больше, чем можно представить. Ангус родом из Шотландии. Полтора месяца назад у него появился питомец по кличке Бат. Бездомный говорит, что собака изменила его жизнь. Помогла преодолеть депрессию. Я прихожу сюда, чтобы его накормили и осмотрели. Его здесь моют. Они дают собакам почти все, в чем те нуждаются. Организацию Dogs on the Street в 2017 году основала Мишель Кларк. Идея появилась после того, как один ее бездомный знакомый заболел и больше не смог заботиться о собаке. Женщина забрала пса к себе. Приходя к нам каждую неделю, они, возможно, идут не за ветеринарной помощью, но здесь собаки могут поесть. Благодаря этому животные стабильно получают питательную пищу. В базе организации зарегистрировано 400 собак и столько же их владельцев. У каждого питомца есть бирка со своим номером. В мобильной ветклинике работают добровольцы. Существует она на пожертвования. Dogs on the Street раз в неделю приезжает на улицу Стрэнд и к вокзалу Кинг-Кросс в Лондоне. Также помощь оказывают собакам-бездомным в Оксфорде, Борнмуте и Чатиме. В будущем организация охватит и другие города. Наши крылья готовы. У тебя специальное приспособление. Кто погружал, тот, пожалуйста, верните нам назад, только уже в готовом виде. Опа! Давай на досточку. Пожалуйста, спасибо, немножко подгорела. Ну, красивушные, красивушные. Ну, да, ничего такие. Теперь давай это мне. Может быть, тогда выложим на тарелочку, чтобы уже прям красивенько оформить? Да, да, да. Вместе с картошкой или в смысле просто? Нет, давай, это будет для крыльев тарелка. Пожалуйста, прошу. Вот в медоках как красиво подрумянило. Ага, ой, запахи, запахи. Ну, вот из-за меда, мед, мне кажется, он особо не играет роли, ну, как подсластитель, а он прям такой цвет красивый придает. Ну, все равно для тех, кто не любит мясо сладкое, им, конечно, это блюдо будет не по нраву. Но попробовать все равно нужно, что-то необычное, я советую лично от себя все время пробуйте, что-то неизвестное, съедобное, конечно. Лягушек, червей. Нет, съедобное. Сараканов. Пробуйте. Не понравится, зато скажете, что я пробовал, мне не понравилось. Вот. Ну, может быть. А у нас здесь вкусно все, пробуем мы все, без исключения. Мы здесь даже как-то на кухне Артем Столяров делал акулу, представляешь? Ух ты. Да, было классно. Акулу я бы поела. Прошу. Прошу, пани. Не горячо? Нет, все хорошо. Да. Все. Наш ужин, наверное. На обед такой вряд ли. Нет, я думаю, что это обед, потому что очень жирно. И после обеда не выходить на работу, пообедала сразу в баиньке, потому что впереди у нас еще очередные выходные. Всех с наступающими праздниками. С вами были Даша Колотилина. И Алена Варфоломеева. Спасибо большое всем. Пока. Пока.